В Киеве новые громкие заявления Надежды Савченко. Депутат Верховной Рады, а до этого заключённый, опять объявила голодовку, наговорив много неприятного в адрес своих коллег по парламенту, высшего военного руководства и лично президента Порошенко. Ответы уже тоже есть. Репортаж Алены Германовой. Не изменяя стилю, в любимой вышиванке она появляется перед журналистами с толстой пачкой бумаг в руках. Спустя два месяца и шесть дней после возвращения на Украину она готова наконец сказать всё, что думает о стране. И об украинском правительстве. Жёсткие интонации в тоне, суровый вид и уже с первых слов понятно. Савченко недовольна. Слушая наших политиков и политиканов, которые говорят с высоких трибуны в телеэфирах патриотические речи за народ и видя, как их слова расходятся с делом, мне становится противно от того, что я нахожусь с ними в Верховной Раде и что они являются частью украинского народа. Ложь, фальш, лукавство и предательство повсюду. Это повсюду касается похожей фракции «Батькивщина», в которой Савченко состоит. Свою речь с Юлией Тимошенко она не согласовывала и не исключает, что однопартийцы вряд ли будут в восторге. Впрочем, и сама Надежда уже не уверена, нужны ли ей такие коллеги. Правда, о выходе из фракции пока ещё не думает. Некогда бросаться мандатом у Савченко, ведь очередная голодовка. Не крошки во рту с завтрашнего дня сегодня, ведь она уже поела и до тех пор, пока президент не договорится с самопровозглашёнными республиками Донбасса об обмене пленными. С этого дня я снова объявляю голодовку на бездействие находящихся у власти всего мира по освобождению украинских заключённых, пока не будет результата. Я предлагала президенту реальные действия по обмену пленными. Надо начать отдавать людей первыми. Но в плену не сидят дети Петра Алексеевича, а на ваших детей ему плевать. По Порошенко словно катком, Савченко прошлась за всю пресс-конференцию не раз. Вспомнила и его шоколадный бизнес, заводы, которые вместо необходимых стране пуль и снарядов по-прежнему выпускают конфеты. И это Надежда Савченко простить президенту не может и обещает. За нищую армию, которую сегодня одевают и обувают волонтёры, он и все причастные обязательно ответят. Ни министр обороны, ни президент Украины не хотят слышать, что за военные преступления и развал армии должны отвечать генералы, а не только солдаты, которыми сейчас забиты СИЗО Украины. Не хотят слышать, потому что они же утверждали, никаких котлов не было. Так знаете, сука, народ вам этого не простит. Я видела материалы секретных расследований и говорила с ребятами, которые были там. И они знают, что котлы были и знают, кто в этом виноват. И вы, уроды, не вечные. За эту самую политизированную в истории человечества войну вы ответите так же, как и за Майдан. И план мести в голове у Савченко, похоже, уже созрел. Предлагает полную перезагрузку государства. Переписать под диктовку жителей страны, конституцию и законы, в Верховную Раду разогнать и набрать народную из ученых и экспертов. Президент в фантазиях Надежды Савченко – символическая фигура, визитная карточка и ничего больше. Это попытка Надежды Савченко соединить социальные протесты с антивоенными выступлениями. Есть два запроса, которые терзают Украину. Это первый вопрос, где взять денег населению на то, что сейчас творится с ценами, с безработицей, с обнищанием. И второй – это война в Донбассе. А поскольку и то, и другое властям пока не под силу, то любое действие, как то голодовка, как то публичный процесс, самосожжение, самоповешивание, пробежка голой по Крещатику в знак протеста против того, что делает власть, привлекает человека, раскручивает, помогает ему набирать дивиденды. От заявлений Савченко сегодня уши горели, похоже, у всей политической элиты Украины. В местной прессе шквал критических комментариев от коллег по Верховной Раде. Встали на дыбы и украинские журналисты и блогеры посыпали статьи с громкими заголовками. Савченко – завербованный предатель. Да как ты, швабра, которую три раза выгоняли из авиационного университета, вообще смеешь критиковать президента и решения министра обороны, которые спасают мою страну? Как вообще можно критиковать главнокомандующего и министра обороны во время войны? Ты что думаешь, что умнее этих людей и кучи стратегов, которые с ними работают? Как ты, животное завербованное, можешь сравнить нашего президента с боевиками ЛДНР и назвать Порошенко преступником, как и их? Девушка Надя, окститесь, вас несет на телеканалах, как диарею по каналу многострадального Измаила. Озвучу просьбу миллионов сограждан, закрой хлеборезку. Примечательно, что еще в марте этот же блогер в этом же издании публиковал статьи, где Надежду Савченко называл спасителем Украины единственной, кто может разогнать коррупционеров во власти. В жизни, особенно политической, всегда случаются сюрпризы и всегда есть надежда. Мы очень ждем тебя домой, наша надежда-сюрприз. Очень ждали, только пока она сидела в российском СИЗО за причастность к убийству журналистов в ГТРК. Но помилованная Савченко оказалась уже никому не нужна. За призывы извиниться перед матерями Донбасса и начать переговоры с ДНР и ЛНР призывали лишить наград и закидывали яйцами. Но сама Савченко заявляет, ее волнует результат, а на всех оппонентов ей, цитата, плевать. Уверенность и смелость Надежды Савченко, видимо, придает статистика. По результатам недавнего исследования, проведенного Киевским институтом социологии, именно она возглавила рейтинг украинских политиков. Савченко доверяет треть жителей страны. И это в два раза больше, чем действующему президенту Порошенко. Алена Германова, Павел Матвеев, Первый канал, Киев.